Всем привет! Сегодня на моем канале вы опять увидите топ-10 игроков в настольном теннисе, только в этот раз все будет более детально и на высшем уровне. Если вы не смотрели прошлый ролик, то можете его и не смотреть, так как список почти не изменился. В этот раз я буду озвучивать место игрока, его рейтинг и кусочек биографии. И да, уточню, что рейтинг составлен по сайту Федерации Тенниса, ссылка будет в описании. Приятного просмотра! Десятое место. Лин Гаоин. 3593 очка. Родом из Шенчжини, Лин, безусловно, один из самых интересных игроков для наблюдения, использующий позитивный и агрессивный подход к игре с большой взрывной силой в своем арсенале, демонстрируя обнадеживающие признаки прогресса в последние годы. Он нацелился на некоторые из крупнейших наград в этом виде спорта. Девятое место. Немец Тима Болл. 3602 очка. Рекордсмен по количеству завоеванных европейских титулов и чемпион многочисленных международных соревнований. Тима недавно, в 2018 году, занял первое место в мире. Тренируемый своим отцом с четырехлетнего возраста, скромный старт Тима превратился в блестящую карьеру, которая, несомненно, сделала его легендой спорта. Восьмое место. Китаец Сюй Синь. 3627 очков. Один из немногих лучших игроков, владеющих ручным захватом. Сюй получил множество прозвищ за свой динамичный подход. В том числе, ходящий по облакам Шумен и Суперман. Серийный победитель, его кассовые сборы принесли много столового серебра. Наряду с лучшими одиночными игроками в мире, Сюй также может похвастаться исключительно игрой в парном разряде. Претендуя на несколько золотых медалей чемпионатов мира. Седьмое место. Дмитрий Овчаров. 3798 очков. Благодаря своему фирменному удару слева и культовой подаче немец способен обыграть лучших на своем поле. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Карьера Дима достигла новых высот в 2017 году, когда он выиграл 4 титула чемпиона мира. Чемпионат мира среди мужчин. Кубок Европы среди 16 лучших и стал номер один в мире в начале 2018 года. Шестое место. Лин Юн Чежоу. 4090 очков. Молодая суперзвезда Левша выиграл свой первый титул чемпиона мира в одиночном разряде в возрасте всего 18 лет. После завоевал бронзу на своем дебютном чемпионате мира среди мужчин. Пятое место. Тамаказу Харимоты. 4583 очка. Японская звезда бросила вызов обстоятельствам и заставила мир обратить на нее внимание. С тех пор, как в возрасте 14 лет она стала самой молодой победительницей мирового тура на открытом чемпионате Чехии 2017 года и самой молодой чемпионкой гранд-финала мирового тура в возрасте 15 лет. Также перед объявлением следующей финальной четверки хочу попросить вас поставить лайк, если вам нравится этот контент. А если не нравится, то напишите в комментарии, чтобы я понял, в чем были мои ошибки. Четвертое место. Китаец Лян Цзинку. Рейтинг 4941. Первый крупный успех на международной арене пришел Клян Цзиндун в 2013 году, когда он выиграл молодежный чемпионат Азии в одиночном и командном разряде, а также юниорский чемпионат мира в командном разряде. В 2015 году в составе сборной Китая он принял участие в чемпионате мира в Сучуо, но особо себя не проявил взято с Википедией. Тройку лучших открывает бразилец Хьюго Калдера на 4983 очка. Он выиграл несколько медалей на панамериканском этапе и теперь может добавить победу WTT в свою коллекцию в качестве первого игрока из Северной и Южной Америки, выигравшего турнир на WTT Star Contender Doha 2021. Второе место. Величайший игрок Малонг. Рейтинг 6804 очка. Наверное, слова о нем будут излишни, так как он первый, кто лично мне приходит на ум, когда я слышу слово «настольный теннис». Итак, первое место занимает с колоссальным отрывом Фан Женден с рейтингом 10598 очков. Разница со вторым место в менее 4000 очков. Да я помню, как большинство зрителей отзывались о прошлом топе некорректно из-за первого места, но в этот раз это топ 2022 года по международному рейтингу, поэтому так. Всем спасибо за то, что уделили мне время и узнали топ-10 игроков в 2022 году. Не забывайте подписываться на канал, хоть контент выходит редко, но метко. Всем хорошего время сопровождения!